здравствуйте друзья мы с вами снова заступаем на дежурство по америке и сегодняшнее дежурство как бы плавно вытекает из последнего я расстался с вами со словами о том что 10 июля а сегодня утра 11 июля 10 июля республиканцы вернуться с небольшого перерыва связанного с тем что отмечалось 4 июля день независимости они съездят домой на несколько дней потусуются там со своими избирателями и вернуться с тем чтобы обсудить на таком частном митинге как быть с иммиграционной реформой и они собрались в среду вечером вчера достаточно поздно вечером они собрались и были настроены очень решительно в пользу того чтобы первое всю эту реформу как она есть там на 1200 страницах похерить потому что 1200 страниц это вообще не реформа это черти что это слишком много и это слишком быстро и все это не проработано и и вообще это сделано так вот не не правильными людьми которые вообще безответственные живут там по нью-йоркам вот жили бы они там в пограничном штате где пограничный контроль это все да так они там в нью-йорке живут им там лишь бы там айтишные умы собирать 5 поэтому как бы сказать такая сентенция дальше они сказали так ну реформа это не хороша тем что там очень много оставлено правительству чтобы решать вот исполнительные органы исполнительная власть она будет там решать и они говорят но мы же знаем вот обаму это же не тот человек который там религиозно сказать придерживается в буквы закона это совершенно не тот человек они все выкрутят по-своему и поэтому чтобы мы тут законе не написали когда дойдет до реализации этого закона они все сделают через задницу мы их знаем они всегда делали так и никогда не делали иначе и те пять лет которые обамы были он лишний раз это подтвердил пошли бы они все в одно место ночью вот такая примерно философия я хочу вас вернуть немножко назад к выборам президентским которые были но скоро уже год как именно после выборов сложилась ситуация когда республиканцы согласились вообще говорить на эту тему потому что до этого они напрочь отказывались говорить о легализации вот этих вот 11 миллионов иммигрантов не не получалось ничего то есть они не хотели никакой такой реформы но тут получилось что у них были большие потери среди латинос голосовавших гораздо меньше за республиканцев чем раньше и они как бы сверху из руководство партии был такой импульс что ребята давайте сделаем эту реформу же хуже будет при всех наших принципах то есть вот будет хуже и вот возник такой момент и вот возникла возникла эта группа двух партийная до из восьми человек и вот значит вот все это закрутилось завертелось и многие считали что вот этот как бы вектор который вдруг образовался именно в результате выборов прошлых что этот вектор он заставит республиканцев вот эту реформу все-таки принять но тут и мы тоже об этом в прошлый раз говорили есть противоположного направления вектор состоящий в том что республиканцы которые находятся в палате представителей там маленькие округа вот допустим на всю калифорнию там два человека с сенате да а когда речь заходит о палате представителей то много народа у них маленькие округа округа эти в целом достаточно однородные не всегда но зачастую достаточно однородные и в общем и в целом вот эти люди которые голосуют им по фене ну то есть они не боятся что их избиратель как-то вот скажет ах вы там не помогли латинос их избиратель скажет нефига помогать тем кто законы нарушает у них такой избиратель это в основном белые консервативные и не важно откуда они там из калифорнии там из техаса вот поэтому они говорят нам вообще это все не нужно это чуждо это против интересов страны и что это это да в интересах иммигрантов но это да против интересов тех кто здесь живет есть более такие крайние которые говорят вообще тот кто закон нарушил не может легализоваться это это противоречит вообще основам таскать нашей жизни такие совсем консерватив и они сказали так стране как бы есть такой момент действительно вот все ждут иммиграционной реформы действительно система сломана таскать изувечина мы мы все это понимаем но мы во первых никуда не спешим если чинить то надо чинить а не брать 120 страниц там 1200 страниц этого документа который там надо осмыслить обсудить и так далее всякого разом принять не надо они говорят это мы по чуть-чуть вот есть допустим что-то связанное с охраной гранит вот этот кусочек пожалуйста вот мы сейчас примем такой маленький законопроектик который вот этот вопрос решит вот там дети нелегальных иммигрантов которые выросли в соединенных штатах то есть сами они не нарушали так называемый dreamers есть такой dream акт который обама там ввел а вот это пожалуйста это мы должны сделать мы им должны дать путь к гражданству потому что сейчас ситуация состоит только что их не депортируют знаете значит вот этот dream акт он не дает им путь гражданства он только дает возможность что их не депортируют сейчас вот массовая депортация на самом деле по 400 тысяч человек год депортируют и ну вот такой подход по кусочку говорят они кроме того тут еще есть некоторый страх состоящий вот чем если они примут хоть какой-то законопроект хоть какой-то то тогда возникает такая ситуация когда делается согласительная комиссия так называемый conference committee и этот conference committee собирается из представителей сената и палаты представителей из разных партий и они пытаются два разных законопроекта один из сената другой из палаты представителей они пытаются их свести вместе убрать противоречия тогда и вот тогда что-то получается идет на подпись президент и многие в республиканской партии говорят давайте вообще ни за что голосовать не будем потому что если мы проголосуем хоть за что-то и потом начнется вот этот вот процесс и этот процесс уже нами не контролирует с того же какая-то маленькая группа людей и они там им руки выкрутят да знаем мы этот процесс знаем эту администрацию знаем мы вот этих всех политиканов там и так далее им бы лишь бы вот там чего-то поэтому давайте вообще ни за что голосовать не будем вот когда ничего нет так и и беды нет вот поэтому разные разные всякие голоса там есть и вопрос который что я извиняюсь значит они говорят спешить нам некуда говорят они давайте мы в июле вообще ничего делать не будем вообще ничего не бы в августе там вот есть там пару интересных моментов это мы посмотрим в сентябре мы вернемся там еще кое-что посмотрим это мечта вот наших таскать слушателей которые хотели бы чтобы лотерея хотя бы еще разочек сыграла вот хотя как республиканцы как раз больше всего против лотереи именно то есть они то есть от нее давно пытались избавиться но вот они готов пока потянем тут не спеша там не спеша здесь кусочек то есть как бы глобальном смысле похороним эту реформу так вот такими неспешными маленькими кусочками там и так далее не хотим эти 11 миллионов легализовывать но и всех нафиг и так далее поэтому значит вопрос сейчас вот какой то есть понятен драматизм этого всего так сказать понятно что никто особо серьезный народ никто особо и не ожидал что процесс прохождения реформы через палаты представителей будет легким они конечно хотели собрать побольше большинство в сенате чтобы как бы психологическое давление на них оказать и тут надо сказать что президент обама он я я считаю не хорошо поступил он он объявил что он следующий месяц вот там июль что он будет объезжать те округа у которых в которых у республиканцев это незначительное большинство незначительно и вот будет там вести значит там пропаганду по поводу того что вот мол не хорошо обижать там мигрант иммигрантские законы и всякие такие дела то есть он как бы угрожает тем республиканцам которые из таких пограничных в смысле большинства штатов что вот он их вышибет просто из этого хауза из палаты представителей то есть как бы на угрозе строится но дело в том что мы в прошлый раз уже говорили 90 процентов свыше 90 процентов республиканцев в палате представителей им без разницы у них никакого пограничного состояния нет это влияет только на на крайне небольшое количество людей но с другой стороны с другой стороны это показывает что обама вместо того чтобы пытаться договориться может быть косточку какую-то подбросить или там как какой-то компромисс эти выкручивание рук и угрозы это совсем не то же самое что добиться к компромиссам и это как бы хорошо показывает намерение администрации то есть вот он он готов выкручивать людям руки значит лишь бы добиться своего ну такие пацаны как бы они они этим известны хотя нельзя сказать что республиканцы чем-то отличаются от них это как бы такая современная политика на сказать в действии вот но вот этими словами он на самом деле их еще больше раз задоривает это люди которые внизу вот там на уровне избранных представителей народа им пофигу на самом деле по большому счету если там сверху поедет партийные боссы будут что-то такое там навязывать и партийные босса тоже не хотят уж так чтобы навязывать но все-таки у них у партийных боссов все-таки есть интерес и долгоиграющий тоже вот поэтому значит что сейчас будет происходить сейчас будет происходить такое выкручивание рук республиканцам силами президента силами всяких там закулисных рычагов силами самой республиканской партии верхушки и так далее то есть ну ну будем посмотреть на что называется это не то что конец всего это как бы очередной зигзаг в развитии причем зигзаг как бы вполне прозрачный и и предсказуемый потому что ночью от людей зависит они хотят ну одни хотят поторговаться другие хотят там понты какие-то третьи хотят выпендриться там перед своими избирателями там еще что то мы посмотрим но вот пока что вот обнаружился такой противодействующий вектор и посмотрим посмотрим никто не знает чем кончится честно вот я я не знаю и я не знаю никого кто вот говорил бы там обозреватель я специально посмотрел там кто чего говорит очень серьезный народ там и в самых серьезных изданиях там и fox и cnbc и cnn и тогда никто не знает чем кончится вот так что интрига можно сказать получила дальнейшее развитие и нам не будет зачем посмотреть дальше так что я дежурство пока сдаю и ожидаю что мы очень скоро встретимся еще потому что много событий будут происходить на таком фронте может быть закулисном или около того и мы еще побеседуем кто что говорит какие новые векторы там добавляются и вообще что происходит на этом фронте счастливы ребята дежурство сдал до следующих наших с вами встреч